Приветствую вас. Ага, значит, смотрите. Ага. То, что вы описываете, является жизненным сценарием. Если я повторяю эту историю о смешинах, и попадают смешины, мягко говоря, таким достаточно деструктивным складом характера и поведения. Жизненный сценарий, точнее родительский сценарий, потому что сценарии формируются в родительской семье, скорректируется методом транзакционного анализа и, соответственно, через него человек выходит за пределы своего сценария и разрывает этот самый порочный круг. Что это значит родительский сценарий? Родительский сценарий означает неосознанное следование императивам директива родителей. Но, но, здесь начинается самое интересное. Директивы родителей за некоторым исключением, вот, не редким, не таким еще прям редким, но за некоторым исключением, директивы родителей, в принципе, всех как одна, достаточно позитивно. Люби себя, жени себя, уважай себя, ты должна добиться многого и так далее. Да, бывают деструктивные, откровенно деструктивные императивы, вот, когда родитель откровенно оскорбляет своего ребенка, когда родитель откровенно унижает своего ребенка, когда родитель обращается с ребенком, мягко говоря, уничижительно и, соответственно, там, все императивы идут в таком же духе. Но это мы в расчет не берем, здесь все достаточно очевидно и там, кстати, ситуация не такая однозначная. Тем не менее, несмотря на внешне позитивные директивы, внешне позитивные интроакции, как называется, в гисталтерапии, вот те идеи, которые пытаются донести родители до своих детей. Странное дело, у детей и в последующем, ну, в будущем взрослых людей, в общем-то, начинаются какие-то сложности. Почему-то, вот, например, вы говорите, что вот я, допустим, из небогатой, но приличной семьи, и то, что происходит со мной, это позор. Вот. То есть, что здесь? Что мы здесь имеем? Вы говорите, моя семья не богатая, но прилично, прилично. Я, конечно, отдаю себе отсчет в том, что то, что может быть сказано сейчас, мягко говоря, притянуто за уши. Ну, давайте на секундочку представим, что это всего лишь гипотеза и что я не претендую на истину. Так вот. Вы говорите, моя семья не богатая, но прилично. Что это значит? Это значит, что делается такой неочевидный упор на то, что семья не богатая. То есть, вероятно, было фрустрирование некоторое, может быть, оно никогда не озвучивалось, но было фрустрирование по поводу материального положения. Была некая неудовлетворенность, но замаскированная по поводу материального положения. Вы говорите, прилично, но прилично. Что такое прилично? Прилично, очень часто, является синонимом принципиально. То есть, принципиально и не богато. Конечно, есть другие проявления приличности. Безусловно. Да, тем не менее. Очень часто, приличности, это принципиальность. И вот, получается, что Ваши родители фрустрируют как бы скрыто из-за финансового положения и уходят в принципы. В моральные, этические принципы. Возможно, в морализаторство. Возможно. Это может иметь такую же невербальную, скрытую форму, когда внешне всё совсем не так. И здесь раскрывается ответ на вопрос, почему при внешне однородных императивах, я бы даже сказал, часто одинаковых. Дети ведут себя по-разному. А вот связь связана это с тем, что вербальный императив и невербальный императив различаются. И связаны это с тем, что ребёнок слушает именно невербальный императив. А вербальный императив пропускает мимо еще. Ну, делается это тогда, когда вербальные и невербальные императивы различаются, когда внутреннее состояние родителей и внешнее проявление не идентичны. Вот. И, соответственно, ребёнок понимает, что к внешнему, к вербальному прислушиваться вообще-то говоря не стоит. То есть, я делаю вид, что я слушаю, я делаю вид, я играю. Это такая игра, как театр. Но я не прислушиваюсь к этому. Оба вам правят внутренние императивы. И вот, если ваша семья уходит в принципы приличия, в этические принципы, в моральные принципы, то, естественно, есть такой элемент, как позор. Вот, хотелось бы задать вопрос. Если человек фрустрирует, то есть, не удовлетворён своим материальным положением, и при этом ходят моральные принципы, где достаточно мощно используют тему значит, ну, правильности, приемлемости, и, соответственно, неправильности, аморальности, и так далее. Что человек ощущает? Такому ли такому человеку чувство позоров? Да. В первую очередь потому, что неудовлетворённость материальным положением. то есть, я беден, я не богат, я чувствую себя неполноценно. Я чувствую себя неполноценно, и ты тоже не должна чувствовать себя лучше. Такой императив невербальный очень часто дают родители в тех или иных вариациях неосознанно, неспециально, они не думают, что это какой-то злой умысел своим своим детям. И они ему слепо следуют. Могут быть куча других вариантов на самом деле. Например, может быть вариант такой, что вы опять же, из-за приличий боитесь эмоциональной близости. И боитесь серьёзных отношений. И выбираете себе потенциально тех молодых людей, с которыми у вас серьёзных отношений быть в принципе не может. может быть и другой момент, что только ощущая себя, скажем так, как позорного человека, то есть только ощущая позор, только осуждая, самобичуя себя, вы чувствуете себя более-менее уверены и понятно, а в остальном вы не уверены. И постоянно находитесь в таком напряжённом состоянии по поводу того, а правильно ли я поступаю, а правильно ли я делаю. Собственно, это могло бы объяснить то, вследствие чего вы противопринимаете всё близко к сердцу. То есть нет личных границ. Страх близ... Страх близости. Недоверие себе. Завыщенные требования к себе. Нереалистичные требования к себе. Которые существуют только для того, чтобы их не выполнять и за это себя бичевать. бичевать. Аааа... Значит... С другой стороны... Совершенно очевидно, что... Многие вещи... Многие вещи... Себе... Многие вещи... Вы подавляет. Ааа... Вероятность всего подавляли... Многие вещи... Вы, видите... Ваши родители. И Вас все найдите. В macroe tick... Но... Опять же... Подавлять... Можно поUNCI� genuine. Можно по-разному. Подавлять можно по-разному. Подавлять можно... На абсолютно неправильно. Это делают верующие люди... ну, чаще, чаще... религиозные люди. Сейчас это делаю. Вот. То есть для того, чтобы и ради того, чтобы соответствовать тому, что я хочу, я буду себе что-то, то или иное подавлять, да? А есть подавление другое, когда я хочу, чего-то на себе запрещают. И ваши родители, вероятно, гораздо таки же чего-то хотели, но запрещали. И вы тоже чего-то хотите, но запрещают себе. Запрет у вас действует слабее, и подсознание таким образом проявляет ваше желание. Желание больше раскрепощенности, желание больше сексуальной активности, желание легкости, желание, не знаю, получать удовольствие, желание отношений без обязательств и прочее. То есть вариантов здесь достаточно много. Важно понимать, какой вариант ваш и работать уже с ним. Унижение, ощущение унижения выдает в вас то, что вы склонны к мазохистической позиции, то есть склонны себя обучивать и так далее. Ибо кроме человека, никто его не может унизить. А вас, получается, могут унизить мужчины. Почему? Потому что у вас неустойчивые представления о себе. Вот. И, соответственно, нужно... это корректировать. Вот. Такой вот момент. Такая вот история. Это то, что я могу вам ответить. Ну и дальше. Для чего вам нужны отношения? В принципе, зачем вам отношения? Какую проблему вы пытаетесь решить в отношениях своих попыток построить отношения? Для чего вам серьезные отношения? Что такое серьезные отношения? Как у вас обстоят дела с реализацией, с проявлением своих желаний? Потому что, если вы, например, много интеллектуализируете, то нет ничего удивительного в том, что ваши желания проявляются достаточно хаотично и, ну, как бы, проявляются хаотично. Ваши ваши желания могут вам навредить. Вот. Это, в принципе, нормально. Так что, здесь тоже очень, ну, очень важно поисследовать эти моменты. Дальше. Как вы видите мужчин? Опять же, у меня есть ощущение, что личностного взаимодействия у вас нет с мужчинами. Есть только взаимодействие гендерное. То есть на уровне как раз-таки того, что вы в себе можете подавлять. Эмоциональный, физиологический. Вот. Уровень. А личностного взаимодействия, взаимодействие как на уровне личностного. Вот нет. И это проблема. Что вам делать, Анна? Разбираться в себе. Решать внутренние проблемы. Работать со сценарием. Вот. Параллельно заниматься реализацией. И, поверьте, все у вас будет хорошо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. Удачи. 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 Удачи.